Доброе утро или день или вечер Вот и Вась Васич зашел И так дамы и господа Вась Васич разувается И сейчас будет экшенальное Скидывание Кофты, шапки И шикарное приветствие Всей страны И всего мира И это Вась Васич Что сегодня у нас происходит Дело в том что я С этого дня И до сегодняшнего же вечера Съедаю эту плитку шоколада Он это делает не один Так как я не очень люблю сладкое Девочки А вот тут возник конфликт Девочки срочно Я хочу это один сделать Что такое ребят Катюш Ты хочешь плитку шоколада С орешками Нет Хочу Катя не хочет И так Максим Макс еще подумает Так под вопросом Макс тоже не хочет Вась Васич Нет не хочу Я остался один Лия Лия Ты хочешь шоколадку Да Значит не один Иди сюда Будем решать это Я не знаю как Но мы решим Значит Это все что у нас осталось Не сейчас еще покажу Я вру Вот и вот Кофе Который никто не пьет Нет Вы должны сначала Перейти речью рецом Там какие-то конфликты Зачем Так зачем Так зачем Ты понимаешь Я говорю что я буду один есть Шоколадку А тут выясняется Что ты еще будешь есть Ну я тоже хочу шоколадку Я тоже хочу шоколадку Ну 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 я тоже может быть Хочу шоколадку Она купила себе шоколадку А мне чего Я тоже хочу рубить Ну я тоже хочу шоколадку Ну я тоже хочу шоколадку Сама себя Девушка А вы коренная москвичка Уже умеет После это останется загадкой Загадкой Пусть это остается замкапкой Кандибобер вам о чем-нибудь говорит? Уважаемые смотрители В наших условиях мы живем как можем Это мой последний укол, который прописал мне Катя, что? Я уже сама себя научилась просто колоть Куда деваться? Хочешь жить, умей крутиться И я вас тоже научу Главное, никогда не унывать Ты что, наркоманка? Да Ты в попу колешь себе? Или в вену? Внутривенно О, господи Юра Ладно, Кать, прости Съешь шоколад Вась, Васич, предлагай мне съесть шоколад Чтобы он полезен для головы Эти дни веселых Сейчас вас возьмите Подойдет И он кое-что хотел вам рассказать Все утро шептался Говорит, может сегодня, может завтра Я говорю, Вась, Васич, давай сегодня уже Боби как есть Но он не решается еще Дамы и господа Лазуйте за Вась-Вась Поднимайте ему рейтинг вверх Чтобы парня Становился каждый день увереннее в себе А потом и мне там поднимайте Чтобы мы увереннее в себе И что-то делали и вещали Потому что вещей у нас мало У нас есть Слушай, а может я сам себя подниму? Подними себе сам Правда Пойду Сейчас я вернусь Давай, давай, да, сделай там Господи Я никуда не пойду А ты спагетти решил варить? А все ты будешь варить? Я хотел соус в кириаге, который ты привез Съел Ну так соус-то остался Смотри, это миссис Гречка Привет, Вась Васич Меня мама уже Привет, миссис Гречка Я Геркулес Привет, Геркулес На по башке Ты че базаришь? Ты охренела, Гречка Ты че творишь-то? Я Гречка Ты ведешь себя неадекватно Ладно, что мне делать, чтобы быть адекватной? Во-первых, скажи, Геркулес Ты очень симпатичен А первое правило Чтобы подружиться с человеком Кастя, документировала? Ты симпатичен, Геркулес Спасибо большое, Геркулес Ты тоже хорошо выглядишь О-о-о-о ММДМС в оба уроди О-о-о-о Она точно самая красивая Давай бомбите, братан Что там у вас, ребята? Лапша, лапша, помогай! Я щас вам лапшой раздавать буду У меня вообще вилка есть Нет-нет-нет, с едой надо аккуратно У нас это последняя еда Да-да, аккуратней, ребята Хотя, почему ты так встала в доминирующей пользе? На место, Катюш Короче, вот так мы проводим наши будни И весело, и задорно Мы открыты абсолютно Мы ничего не скрываем Никому ничего не доказываем Мы веселимся И делаем это очень смешно С утра до вечера Я хочу провести Новый год В этом доме с нашими родственниками Вася Васич, это очень просто сделать Ты заходишь на сайт Создаешь задание Быть на Новый год В этом деревянном прекрасном доме С этими потрясающими людьми Которые станут, возможно, у меня тоже родственниками Будем весело выполнять задания Читать стихи, петь песни Веселиться, танцевать Играть в твистер-шмистер И с максом заряжаться светом Да А что конкретно еще нужно сделать? Надо создать задание А потом? Оплатить? Да, оплатить Сначала надо зарегистрировать Тысячу тир, да, оплатить надо? Да, нужно оплатить тысячу тир, наверное А зарегистрироваться 750 даже тир, я думаю Короче, заходишь на сайт Регистрируешься Создаешь задание Провести Новый год с ребятами Оплачиваешь И приходишь сюда И тусишь с нами Тусы на всю ночь Тусы на всю ночь Ой-ой-ой То есть за 750 тир Они смогут остаться здесь С нами на ночь Да, мы будем шашлыки жарить Помимо всего банкета Еще и ночлег устроим Да Ого, Катя Вася Это будет очень круто Макс Привет Юрет А Юрет Вот так мы будем тусить здесь И можем здесь остаться переночевать На самом деле, знаете Я бы на самом деле Хотел бы познакомиться с твоими родственниками Катюш, и с твоими родственниками Если мои родственники это видят с радостью Васич хотел бы с вами познакомиться И поговорить На самом деле, тут будет очень весело Тут будет музыка Тут будут стихи Песни Будем фристайлить Если надо, Ли проведет с вами обряд с ножом Да И нож с обрядом И нож с обрядом Максим зарядит Катерина споет Да вообще тут весело будет Реально делайте это прямо сейчас Потому что, ребята, будет реально круто Центрирование повышаться Реально будет круто Игры реально сейчас Да От Ирины Петровой мне задание Пусть Катерина приготовит для всех вкусный обед О, Катюшенька Катя Как классно Спасибо большое, Ирина Петровна Самое главное Ирина Петрова Нет Все согласны с Ириной Петровой Я понимаю, да Дело в том, что у нас просто не осталось продуктов Но, наверное, я сейчас их пойду и раздобуду У нас окорочок остался Один остался О, ну что, значит, приготовлю Отлично Ирина Петрова, спасибо большое за задание Уж приготовить Я всегда приготовлю Потому что я очень люблю это делать Спасибо большое Катюш, а можно вопрос тебе? Да Ты будешь готовить Из, вот, вот здесь, да? Вот кастрюльки и сковородки в этой Масло у нас есть? Есть Сейчас я все разберусь Если что, соседи помогут Мы, на самом деле, вчера были у самых замечательных наших соседей Серьезно? Да, 50 лет, юбилей Я еще раз хочу поздравить Спартака с юбилеем Особенно Ребят, печка Ребята, печка Васич, ты уверен, что хочешь открыть ее? Ого, у нас картошка, ребят Как нам повезло Потому что у нас картошки практически нет Вообще нету картошки И мы всегда рады, когда приходит Первый раз пришло днем что-то, ребят Да, всегда по вечерам Никогда по них, офигеть, прикольно Спасибо Спасибо, печка Спасибо тому смотрителю, кто прислал нам картошку Мы очень-очень благодарны тебе Мы не знаем, кто ты Но мы искренне тебе благодарны Это мог черныш быть Да, пока, ребят, я буду готовить обед А вы начнете тогда украшать все Ну да Хорошо, давай, давай, да Это интересное Вчера дело в чем? Короче, вчера пришел черныш к нам и вылечил мое ухо Да У меня реально не болит стычка Ухо, серьезно не болит? Да, серьезно не болит Хорошо все Обалдеть Вот И вот к чему виду Черныш пришлал картошечку нам Лучше на здоровье О, спасибо, черныш Спасибо, черныш, за картошечку Во всем хорошем Надо танцевать обряд благодарности Катя А? Макс Давайте танец благодарности для черныша Давай Обрядовый, Макс Покажи, как надо делать движение Обрядовый танец Знак благодарности для черныша Без стула Поехали Давай, я за тобой повторяю Так как там Смотри, смотри, сначала вот так 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 Вот так Вот так Вот так Вот так Спасибо, черныш О, черныш Спасибо, черныш О, черныш Спасибо, черный, брат Спасибо тебе Отличная, отличная танец Вот мы взбодрились И нам хорошо сейчас Это классно Дело в том, что здесь у нас есть секретная штука В этой печке Вчера на 5 минут нас удивили Дело в том, что тут такой праздник получается Если Вот, вот, короче, это будет очень круто Вы просто не знаете Я вчера сам офигел Так, рассказывай поподробнее Тут свет Тут везде все моргает Что-то музыка играет Да И как музыка хорошая играет И можно, понимаете, время хорошо тут проводить Да, было вчера такое Мы покажем, что у нас там на втором этаже Что у нас все в комнатах Покажем, как в печку залезть и оказаться в двери И что это волшебство И что это реально существует Понимаете, мы тут офигеваем все Что эти травы на самом деле Не просто так здесь висят Это не просто травы Это не просто травы Это меланинские секретики Это от этого нам память стирала И всякие штуки с нами происходили Да, а теперь я очень хочу послушать Про путешествие в Невиномыск Катюшенька, расскажи поподробнее Потому что очень интересно Ну на самом деле Она стэнешная, которая прислала мне задание Так Классная такая девчонка, веселая Это представляете кто? Это та поклонница, которая приходила к нам в бегемот В общем, я не знала, что такое Невиномыск, куда нам ехать Это оказался Ставропольский край Садимся мы с ней, встретились с ней на Казанском вокзале Садимся с ней в поезд и едем А на самом деле там и без меня ей было очень сильно весело У нас был очень веселый вагон Так С нами ехала мамочка с ребенком Викуля, если ты смотришь, привет тебе с Андрюшенькой Привет, Вика Викуль, привет У этого Андрюши началась истерика Он так орал и орал и орал Его невозможно было успокоить И врачи приходили успокоиться не могут Поезд? Да, в поезде Ну врач, она врач просто едет Это же наша скорая, подожди, Катюш Ты вызываешь быстро скорую Она подъезжает к поезду И врачи с машины запрыгивают в поезд И бегут успокоить Вот как это было Это класс, класс Дальше А пришел, представляете, дедушка, ему 83 года И этот дедушка 83 года просто так ручку вот так пожал Вот тут вот Ребенок стрыгнул и успокоился Да, серьезно? Ну дай руку как бы Вот такой вот он очень дедушка Вот эти три дня В общем, была очень интересная поездка А еще самое главное Еще был интересный парень Сережа Сереж, если ты смотришь, тебе тоже большой-большой привет Вот, и женщина Татьяна Татьяна ехала с хорошего праздника С хорошего застолья И когда начал орать ребенок Она начала плакать тоже на весь вагон А потом говорит Добро пожаловать в ад Да, там было у нас очень много чего интересного Что такое оплатил и дилет встречи Нового года с героями Игры Реальности У нас есть первый герой, который вас кормит и присылает задания Он придет на новый год сюда Уже оплатил Ирину Петрову, зато ты самая первая, кто это сделал ты просто настоящий на шансе хранителя красавица не тяните, места ограничены быстрее покупайте билеты ты бы видела Ришу и Риша такая маленькая пипочка а он ее видел как бегемон ты не видела она квест нам сделала такая она пипочка маленькая давайте сюда кто в новогоднюю ночь будет один хавать салат оливье у вас есть возможность припереться к нам вот сюда кто вообще все кто угодно понимаете кто там на казанском вокзале тусуются если кому то негде но это шучу ладно кто нас смотрит хотя бы кто нибудь откликнетесь давайте сюда к нам будет весело реально отвечаю я уже жду очень своих поклонников обязательно к нам вот что я еще хочу сказать туда ездила я мы доехали отлично ну вы в купе ехали это все было на двух верхних полках а Макса тебе не переживал за Максима очень он тоже по мне соскучился конечно меня не укладывал погоди вот вы приехали в Невиномыс то есть после этого ада после этого ада на самом деле это был не а то очень веселая дорога значит мы приехали все быстренько сделали и Настю задержали в командировке ей сказали нужно остаться так мы возвращаемся назад на автовокзал чтобы поехать на жидовокзал чтобы мне поменять билет чтобы мне быстрее уехать а Насте поменять билет чтобы она осталась и только мы заходим подходим к автовокзалу стоит парень молодой человек симпатичный карачейлиц с зелеными глазами такие губки вот он просил чтобы его не показывали ни в коем случае он такой серьезный парень вот и он стоит я прошла мимо и говорю какой красивый парень оборачиваюсь Настя уже с ним стоит знакомиться серьезно шустрая девчонка она анастейшн ну так выяснилось а мне в Москву ехать мы сейчас едем билет менять он говорит а я жду с кем бы мне на такси доехать до аэропорта в минеральные воды в город жду себе еще попутчиков на такси такси так не едет он набирает побольше народу вот и я говорю да ты что я на поезде еду зачем тебе полтора суток полетели со мной на самолете и он такси не стал уже ничего ждать спасибо большое таксисту а у меня пакет с лекарствами я еще купила я говорю да я не могу на самолете у меня даже сумки нет багаж нужно сдавать мы с ним на такси заезжаем в ближайший магазин он мне покупает сумку прилетаем в аэропорт бигом бигом и вот мы сюда прилетели и здесь от Шереметьево он меня сюда на такси тоже отправил реально он купил тебе билеты еще и от Шереметьево на такси отправил А как же? И знаете, что я вам скажу? Теперь мы разрушаем все стереотипы о том, как девушки, что, какими путями, что. Абсолютно чисто, абсолютно разговоры по-человечески. Чувак сделал Катерине приятный, он купил билет и привез ее сюда. Потому что, ну, вот так делается это. Настоящий мужчина. Надо по рассказам. Вообще, ребят, на самом деле, я сейчас убеждаюсь, с каждым раз мы раньше задумала, надо работать самой, пахать, мужиков не осталось нормальных. А вот сейчас, оказавшись здесь, я очень многое понимаю. На самом деле, очень много у нас настоящих, настоящих мужчин в нашей стране. Да, благородных, щедрых, способных на поступки. А еще я хочу сказать, мужчина, способный на поступки, а причем быть любимым. Катюш, забери, пожалуйста, у Юры лапшу. Мужчины, делайте поступки. Будьте такими, какие вы есть. Будьте сильными, мужественными, отважными. Мы вас любим. Вы настоящие герои. Вы наши герои. Спасибо всем, кто встречался сейчас в этой моей жизни. Мне это очень-очень... Ребят, у нас на флажме задание. О! Иринский Ред со всеми участниками игр реальности соберет подписи с прохожих в ближайшей местности. А вы еще не делали это? Нет, у меня же ухо было, я не мог. Лара Тесс, спасибо большое, мы это сделаем. Давайте завтра это сделаем. Да, давайте. Давайте сделаем завтра. Завтра мы это обязательно сделаем. Потому что у нас сегодня задание сейчас приготовить обед. Да. И украсить комнату. А завтра как раз мы и двинемся на себя. Да, и как раз я песню еще допишу, я почти песню закончил. Иринушка Петрова, мы так рады, что ты снова будешь с нами здесь. В этом доме. Ты первая, кто купила билет. Я не знаю, мне хочется снова ее поблагодарить, потому что сейчас о задании сказали. Как жаль, что у тебя есть жена, Васич, да? Нет, не жаль, но Ирина Петрова прям просто, да. Нет, не жаль, а я очень люблю свою жену. Но Ирина Петрова простанково-хранитель наш. Ой, не то сказала. Я не успела задание почитать. В общем, Лара Тесс, спасибо большое за это прекрасное задание. Да, Лара, спасибо. Пойдем, он завтра выполняет. Спасибо, Лара, ты... Да, вот, собирать подпись, как мы хотели. Придумали, да. Я знаю, кто нам может помочь. С утра у каждого есть такое ощущение, что вам хочется плоти женской. Он сказал, что он знает всех в Жуковском. Васич, ты сказал? Да. Нет, подожди, до Жуковского что ты сказал? Стоп, подожди, давайте остановим время. Что ты сказал? Всем ли с утра хочется женской плоти? Васич, это тебе. Так вот, я говорю, нам может помочь собрать подписи Леша? Ты как хочешь? Да, да, я поняла. Может быть, если, Леша, ты нас смотришь, может быть, ты нас свозишь в город Жуковский, чтобы мы могли собрать подписи? Ну, или хотя бы здесь. Ну, как раз ухо прошло. Мне просто нельзя выходить, когда ухо стреляет. А так, а если, Леша, нас смотришь подвести? На самом деле, очень-очень крутое. Именно в Жуковском мы сможем там помимо подписей еще собрать и не подписи. Да. Да. Денег, например. Ну, а почему нет? Да, сходить куда-нибудь. Да, вот я о чем. Да, что-нибудь, кого-нибудь поприветствовать. В общем, дела обстоят так. У нас нету Ксю, мы будем возвращать ее потихонечку, чтобы она что-то поняла и что-то мы поняли. А еще у нас нифига нет поесть. Вообще пусто. Ну, вот сейчас я доготовлю последний окорочок. Да. Свиной окорок вчера добили. Все добили. Кто-нибудь, Макс, давай попробуем еду сделать нам. Как-нибудь. Может, на охоту пойдем? Сегодня надо украсить дом, видишь? А может, наши смотрители пришли какое-нибудь задание за еду? Вот. Мы бы к вам, уважаемые смотрители, мы бы к вам приехали, помогли бы вам там по дому что-то. А вы нам дали, например, продукты. За мясо. Лучше за мясо. Да, нам просто уже попрошайничать надо, и мы хотим за дело получить еду. Сделать задание и получить за это еду, например, или что-нибудь. Вот такое вот. Было бы очень здорово. Очень хорошо. А помните, какой позавчера был квест, ребята? Вообще красиво так там было. Да, да. Так вы скажите, я же не в курсе. Слушай, короче. Я тоже так хотела бы. На самом деле было реально круто. С нами была Милана. Представляешь? Да. Она впервые вышла с нами на выезд. Потому что в ней очень много энергии накопилось. Вот этой, которую она набирала там где-то в Смоленской области. Вот. И она набралась очень много энергии. Милана прислала. Вот. Привет, Милана. Здорово. Так неожиданно. Ты всегда выходишь вообще? Я в шоке. Я рассказываю про квест. Мы, значит, приехали к ближайшему метро. Первая отправная точка была у метро Котельники. И там нужна была подсказка. Ну, Васич, держись. Мы долго думали, что это вообще могло бы значить. Что это долго думали? А что это в итоге-то оказалось, Вася? А помнишь, Ирина Петрова прислала мне задание не есть гамбургеры? О, да, так. А-а-а. Да, нифига. Все ели? Подсказки были. Нет. Не все ели. А подсказка была в Бургер Кинге. А я не хотел оттуда уходить, потому что там блестки на бургеры. Да, гамбургеры. Нифига себе. Вот тебе жестко было, Васич. Мне очень было жестко. Ты держался? Я держался как молд. Ты выполнил задание? Я выполнял задание как молд. Я горжусь твоим старшим братом. Спасибо. Спасибо, брат. Спасибо. А там нам дали два конверта с подсказками. Да. Во-первых, самое смешное, там в самом Бургер Кинге люди стали интересоваться, кто вы. Мы ели на метро. А, вон! О-о-о. Вот это мы вышли, знаете, из маршрутки. Маршрутки. Да. Мы на метро, мы идем искать первую подсказку нашего замечательного квеста. Привет. Что означает это, Вася, держись? Что может это означать, ребят? За руку. Нам нужна подсказка. Нам нужно место, где могут быть эти подсказки находиться. Я буквально делала бургер-бургер. А где у нас бургер? Возможно, возможно. У тебя нельзя их есть. Почему ты так не съел? А кто-то задание прислал? Ирина Петрова. Макс сказал, что их надо. Да, точно, держись. Макс сказал, что Ирина Петрова прислала, чтобы ты не кушал бургеры. И она же прислала Васич, держись. Осталась. Да, ребята. Значит, сколько у нас бургер-кингов? Вот. Вот. А еще есть какой-то Бургер Кинг? Не знаю, да. Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, для нас никаких подсказок не оставляли для квеста? Для квеста. Ничего? Никто никак не оставлял? Нет. Вы не видели никого? Где-то нарисовано. Так, хорошо. Погодите. А вы думаете, недолго вы не будете по улице? Я не знаю! Мне нравится энергетика Москвы, потому что в Москве это самое важное. На самом деле волшебнейшая энергетика. Просто суперклевая. Милана просто в восторге. Все. Максим, стой просто рядом. Может, что-то происходит? Да. Я не понимаю, что происходит, но наши девочки, особенно Милана, что-то делают. Пожалуйста, остановись. Максим, останови ее! Милана! Милана! Да, Милана! Это улья! Это город, Милана! Здесь надо нормальный... Да, что? Не обращайте внимания! Это Милана! Что происходит-то? Она снег побежала. Это строительные краны. Они строят дома. Видишь, какие большие? Очень холодно на самом деле. И нам нужно срочно куда-то зайти. А вы спрашиваете? Нет, вы спрашиваете. Здравствуйте. А скажите, вам тут никто не оставлял на квест подсказку? Мы какой-нибудь, что-то, может, какой-то конверт или что-то, что-то какой-то... А вон у ребят... Ребята, у вас никакой подсказки квеста нету? Нету. Не знаю, мы проходим квест из реалити-шоу Игры-реальности. Серьезно? Здорово носить. Есть? Ребята, это Игры-реальности. Спасибо огромное. Подожди, подожди, а что написано? Подсказка номер два. Давай, давай. Раз, два, три, четыре, пять. Зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает. Прямо зайчика стреляет. Пиф-паф, ой-ой-ой. Умирает зайчик мой. Вот видишь поезд какой? Это интересный поезд. Это еще старые поезда, старые вагоны. А сейчас в метро ходят новые, новые поезда. Они называются Москва. Они такие насквозь идут. Вот прям это. Они большие, светлые. В них всякие гаджеты. Мы можем дождаться Москвы, а можем поехать сейчас. Давайте на старом проедемся. Вот, заходите. Сюда обычно люди заходят и садятся. Вот. Вот так каждую станцию он едет где-то аккуратнее. Он едет где-то 2-3 минуты до каждой станции. Третья подсказка. Здесь написано, скрыть на месте прибытия. Итак, мы скрываем. Максон, иди сюда. Не мешай никому. Так, скрываем. Что у нас там? Опа, матрешка. И это. Матрешка и папаха. Ребята, что вы думаете по этому поводу? Матрешка и папаха. Ой, смысли. Это шапка ушанка. Это символы, наверное, России. Здесь Советский Союз и матрешка. Ты что думаешь? Туда охотный ряд. Правильно? Нам нужно было на охотный ряд. Вот и пойдем на охотный ряд. Так, нет, нам вот туда надо. Вот там нам нужно искать либо матрешку и шапку. Круто. Пойдемте туда. Круто. Погоди. Опа. Где шапки? Здравствуйте. Здравствуйте. А где шапки? Вот шапки. Простите, пожалуйста, у вас случайно никакой подсказки нет для квестов? Никакой. А если мы споем? Нет, понятно. А здесь есть какая-нибудь большая матрешка, как памятник? Где шапка? Ладно, погодите. А если, знаешь, она где-то вот здесь. Вот где-то рядом. Есть? Ой. А это... Да! Где? Это наша просто. Вот здесь? Это наша. Нифига себе. Ленина, что же вы сделаете? Спасибо. Спасибо вам огромное. А если бы мы... Дай пять. А я не понимаю, что мы будем делать. У нас квест. У нас просто квест идет. Так. Ну вот... Баян. Девушка. Медведь. Мы только что догадались. Получается, гармонь, улыбка, медведь. Гум. Нет, это арсинал. А нам нужен гум. Да. Где он? Медведь. 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 Ребята, давайте сюда, Милан. Ух ты, как же классно. Кажется, мы добрались. Теперь надо идти сюда. Ага. Привет. Руль, мы добрались до тебя. Так, а теперь, Надя, держи быстренько. Обнимусь нормально. Дмитрий Ветрова, скажи, пожалуйста, мы шли такими окольными путями, но потом девчонки увидели новогоднюю иллюминацию. Они просто обалдели от той красоты, что Калютина сегодня подарила. Реально. Вот как посмотрели город. Ну да, да, согласен. Скажи, а что мы говорили? Да. Да. Это специальные игры, которые они скрасят в наш дом. Это интересная жизнь. Спасибо тебе. А этот пакет вы откроете в специальном задании. Для вам нужных заданий, вы его откроете. Серьезно? А ты можешь камеру прямо сказать, что это все игры реальности на счет 3? Раз, два, три. Это все. Дай мне пару секунд. На счет 3. Это игры реальности на счет 3. Раз, два, три. Это игры реальности. Уху! Был такое? Был такое. Прикольно. Был такое, да. Был такое. Интересно. Офигеть. Короче, я хочу сам сказать спасибо большое за такое дело. Я, к сожалению, не мог поехать из-за уха. Реально. Лучше, ребята. Но я понимаю, что это было круто и интересно. У нас теперь есть игры. Реальности. У нас есть игры реальности. У нас есть скраблпокер и активити. Мы можем разбавлять свой досуг. И твистер. И твистер. Теперь мы будем зарубаться в жесткий твистер. Ребята, это так каждый смотритель сейчас может нам организовать какой-нибудь твист. Да, абсолютно верно. Ребята, организовывайте нам квесты. Мы с удовольствием будем их проходить. Мы очень любим это дело. И можем прийти именно к вам. Именно к вам. Чтобы конечная точка была финальная. Например, у вас дома. И все. У вас грибка. А теперь мы будем... Давайте разбираться, во-первых. Смотрите, вот это у нас вот эти штучки, которые мы повесим. Белая бумага. Белая бумага. Дайте, пожалуйста. Белая бумага. Белая бумага. Мы сейчас будем украшать наш дом. Супер-пати. Чтоб все пришли и было весело. А вы что? Когда вы последний раз проводили Новый год по-настоящему... Вот это можно повесить. В настоящем русском доме. Бестячки. С ребятами, родственниками, которые... Это же страстики. С друг другу, братья и сестры. Фломастер. Ирина Петрова. Такая ты классная. Ножницы она дала. Она все дала. Ой, Ирина Петрова еще же к нам... Да. Понимаешь, что это? Ладно, беднязька, не расстраивайся. Она очень классная. Жалко, что не жена, конечно. Но Ирина Петрова, мы так ждем тебя. Нет, ты всю красоту спрятал. Да я так пробую. Девочки это делают. Я в этом не мастер, ребят. А куда вот это? Что думала? Вот это бы лучше куда-нибудь, наверное, на дверь. Можно печку укрыть. Та-да-та-та-та-та-та-та-та. Да, печечку украсить. Та-да-та-та-та-та-та-та-та. Вот. Та-та-та-та-та-та-та. Пока мы наряжаем наш дом и все дела. Давай снимем, да. Кто-нибудь, надеюсь, уже... Слушай, а вот я бы хотел, чтобы ты сегодня куда-нибудь съедил какой-нибудь... Привез... Это как его? Заработал что-нибудь. Что-нибудь. Я с радостью съедшу. Тем более ухо в порядке. уже почти. Почти, да, но все равно теплую шапку наденешь. Мы можем сейчас с тобой просто пойти по деревне, потому что у нас нечего особо готовить обед. И чего-нибудь здесь где-то подзаработать, и чтобы у нас обед был вкусный обед. Да? Да. Пошли. Слушай, ну можем сходить. Мы можем вот это вот. Давай чуть-чуть побольше. Да, ну естественно. Сейчас, да, чаек попьем, пока дом нарядим, все сделаем и можем помчать, да? Да. Так, короче, да. Сегодня я и с Катериной, не знаю, кто первый вернется, может мы вместе пойдем, а может, чтобы быстрее было в разные стороны там-там всем подзаработать. Пойдем что-нибудь поищем, потому что у нас есть реально нечего. Да, может быть что-нибудь вегетарианское даже. Там салат какой-нибудь, там зелень вот разную, там петрушка, укроп, огурцы, помидоры, чтобы вот так было все прикольно. Космик. Вообще, да. Так, розетка. Ага, я понял тебя. А как давно мы салат не ели. Да, салат давно не ели. Если честно, я тоже бы поел какой-нибудь капустный салат. Да? Новый год намчится. Кать, ты помнишь, что нам 23-го детишек поздравлять ехать? Да. Ты помнишь, программа у нас готова? Все там, что там? Ну, слава богу. Не будет, за что злиться. Да опять нас обмачивайся. Что это за нас? Салат уже недолго. Скоро будет елка. Только мало толком. Если Дед Мороз скоро мне позовут. Я Дед Мороз. Борода из ваты. Я уже слегка податый. Мне сказали, меня здесь ждут. Значит, будем догоняться тут. Налейте мне вина побольше. Мне везти подарки в Польшу. А так же в Нибиру и в Перу. Я не знаю, но смогу. Мы вместе шли с Камчатки. Но она ушла на... Как что, значит, будем без нее? Что же делать, е-мое? Детям лучше не петь такую петь. Ну, это естественно. Я готовлюсь к взрослой в вечеринке. А для детей, что мы вот это споем. Какое? Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нем. Развещенные зверюшки мой перевернули дом. А вот это и пара. Класс. Максик, ну-ка давай с тобой танец. Да. А, маленькая елочка. Давай включай. Смотрите, я замерзаю. Помнишь? Маленькая елочка. Дедушка лорется. Елочка. Из лесу елочку взяли мы домой. Спасибо большое. А теперь может меня... Раз, два, три. Елочка, гори. А как же у нас елочки не будет, ребят? Пока что нет. Нет, елочка нам нужна. Уважаемые смотрители, если у вас есть какая-то возможность порадовать нас елочкой, мы будем очень сильно рады. Вот нужно одни огоньки оставить нам для елочки. Может быть мы сделаем какой-нибудь квест. Или вы нам пришедете какое-нибудь задание. Или вы там... Ну, все бы чуть-чуть, если скинутся, там по рублей 50. Все смотрители, которые нас смотрят, и скинутся по рублей 50-100. Я думаю, это не убудет. У нас будет настоящая елка. Был бы очень здорово. А ты знаешь, что у нас еще одна гирлянда есть? Куда мы ее? Оставим одну на елочку, ребят. На печку. На елочку. На елочку мы сделаем... У нас, я думаю, что будет еще появиться что-нибудь из гирлянд. На эту на печку. Да, давай на печку. Я тоже хочу на печку. Только как мы ее в бананок... Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нем. Так, девочки, как мы дальше... Смотри, вот там уже Ли уже стал... Сразу, если что-то, то надо сразу. Я не могу как бы полностью все до... Потому что моих мыслей не хватает. Но что-то надо сразу. Так, ладно, ребята. Мне кажется, что тоже надо что-то сразу, но мне тоже мыслей не хватило. Можно, знаете, что сделать? Да, да. Вот сюда, наверное, можно. А, нет, сюда не нужно. Вот сюда можно. А есть линейка? Да, линейка там есть. Вот линейка. Веревочки, а на них звездочки много. Понимаете? Это как будто... Или как снежок падает. Ребят, знаете, у меня сестра занималась украшением. Ниточки вот так протягиваю. А на ниточке она ватки лепит, всякие там штучки. Поняла? Вот так вот нитки с угла на угол. Налепить ваточки. Дождь. Дождь по одной. Ватки. Дождинки. Поняла? Вот всякие штучки. И вот это вот все висит по периметру. Ну, как бы наискосок. Я просто никогда в жизни не занималась украшением. Поэтому вы, ребята, кто что знает, приступайте. В работе. А я вам, я вам песенку свою про пять минут. Ну, ведь и я умею. Эту песенку мою пускай пою. А знаете что, насколько я помню, должен быть мастер-класс от Миланы. Да, кстати. А кто повторяет? Хорошо. Пусть летит. Давай мы повторим за тобой, Миланочка. 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 Чего-то не горит. Ничего. Максим, уйди, пожалуйста, на минуточку. Куда уйти? Я вам песенку свою про пять минут. Куда уйти? А, звездочки. Мне точечки поставлю. Катя, ты украшаешь, давай. Нужно скотчить здесь небольшой. Скотч? Да. Здесь уголочки замотаются. А чья шоколадка? Эту шоколадку я привез из дома. Это меня угостила жена. Но так как я не ем сладкое, ну, не особо, я как бы решил поделиться с вами, ребята. А скотч тут был маленький? То есть ее можно кушать? Да. Ну, естественно. Если я решил поделиться с вами, ребята. У вас был скотч. Где? Ну, ребята, где у вас скотч вчерашний? Юрия, ты делаешь самолетик? Да. А почему? Не знаю. Леня, знаешь, где скотч, куда вы делали? Юра, куда вы скотч делали вчера? Не знаю. Я его возвращал. Нет? Кому туда? Нет, а я знаешь, что хочу здесь? Здесь не надо огоньки, Вася. Ну, что ты говоришь, что у нас как бы выбора другого нет. Почему вот здесь? Пусть девочки украсть, Вася. А, я еще раз говорю. У нас есть розетка, которая там, а это, не работает. Здесь розетка работает. Ну, как же, там же включено вот это вот. А вот та не включается. Мы можем просто вот это выключить. Вася. И она будет здесь висеть красиво. Все, я умолкаю и отдаюсь полностью воле наших прекрасных девушек. А, Юр, а зачем ты делаешь самолетик? Напомни мне. Я хочу полететь. А, куда ты хочешь полететь? Я хочу полетать. А, я понял. Ну, просто как бы... Вот, смотри, я беру самолетик и полетел. Слушай, ну, класс, класс. Оп, не понимаю, а что это такое? А, все, понимаю. А, я хочу полететь. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С удовольствием я вам не стану помогать пока Потому что мне нужно срочно Кружка, а где кружки? Вырежу кружки Я вам песенку спою про пять минут Эту песенку пускай опять поют Пять поют Света, да ё-моё Пять минут Пойдём, Пойдём, Катюш Пять минут Иди сюда Я приклеюсь и подержи Хотя нет, это плохая идея Да Когда ты сможешь приклеить Да Ну смотри, у тебя есть Макс в конце концов Да У Максов я ничего не даю Всё, давай Побольше Побольше Да хватит, конечно Мне нужны блёстки Там есть блестячки Васич, осторожно Ой, я постараюсь У нас тут скотч Так красиво Особо опасно Так, я держу эту, а ты приклеивай Ну да Так То есть, только такую снежинку хочу сделать Так Ты знаешь что, Васич? Да Мне даже немного обидно, что ты женат Потому что твою жену-то я не видела, Ирина Петрова Такая классная Ну что поделаешь Так в жизни бывает, что Немножко Либо поздно понимаешь Вот мою Лену бы сюда Мне кажется, что она прям вот так классно будет Она, кстати, на неё похожа на самом деле Моя жена, она Игоря Петрова Значит, твоя жена тоже хорошая Ой, ага Прекрасная Она мне чупа-чупсы передала Да Дела вообще Да Как мы будем сказать Спасибо большое А куда мы вот это повесим? Новый год А мы потом дозавершим картинку А можно, вот сюда А на печку, что мы будем вешать? Я не знаю а печка все хорошо с ней нет нет ниточку мишуру просто сейчас напутать давай вообще стул чекатерина напутает дай что какую ниточку нет 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 не залили на загонят не занят нет почему вот так просто почему все делать какая раз почему если я говорю нет вы не слышите все равно делайте тогда до конца делаем аксон так красиво высыхает давай вот за это тогда не дави на эту штуку на это хрупко на печку короче печку оказывается нельзя трогать вообще тут как бы слушай дай 5 красавчик слушай ну у нас новогоднее новогоднее настроение я очень хочу новый год скорее она будет улыбаться а чё ты почему-то васич ждешь новый год почему люди вообще ждут на самом деле хочу тебе сказать я даже больше люблю новый год чем день рождения не знаю почему потому что в новый год как-то потому что здесь ты не стареешь день рождения стареешь на год макс ты мне самый лучший ты лучший не знаю я знала я знала мой дорогой но я бы хотел тушенки и кто нибудь смотрел фильм а судная ночь а да максу подходит кстати одна из ролей там да да если главное смотрел фильм судная ночь там в один в один из в одной из ночей правительством про это говорили правительство разрешает делать криминальные ну короче всех убивать скажи мне пожалуйста максим а ты думаешь что я типа этот это ты нормальный нормальный будешь убивать да нет еще и все указал лучше отмазка вообще просто бомба вот я на самом деле очень счастлив что ирина петрова купила сюда билет я так спокоен а вот вы хотели бы чтобы ваши родственники слушай скажи об этом все кто меня смотрит сейчас мои знакомые родственники друзья все мои поклонники я вас приглашаю встретить новый год со мной срочно делайте задание на нашем сайте оплачивать его так это за такие копейки вы сможете встретить новый год со мной и провести со мной ты скажи что будет стол будет будет стол будет развлечение будет очень интересно это будет корпоратив настоящий корпоратив а самое главное еще и с ночлегом за такие то деньги ребята думать нечего быстренько места ограничены бегом если сейчас слышит наши поклонницы особенно катерина елена или может быть настенька обязательно оплачивайте и приходите потому что а будет даже салаты оливье и мандарины я плохо расслышала что салаты будут да даже ладно это пейли будут очень-очень вкусные хорошие салаты на автопати салаты 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 а вот юр а ты бы хотел что пришел тигран великий и и чтобы было вас еще и сона и и и и и и я не знаю но может какая-нибудь ну какая-нибудь я не знаю ну какая-нибудь я очень хочу салатов что вы любите салат с майонезом нет не полезен вот со сливками это совсем другое дело сливками салат салат со сливками тогда фруктовый салат со сливками майонез он очень вреден для здоровья майонез я не очень люблю в салате васич ты любишь майонез лучше со сметаны ребят чем с майонезом майонез любишь васич какой какой ты любишь васич славянский славянский с майонезом чтобы прям обильно бать васич а ты любишь майонез мать васич а что в салате есть у нас это какие ингредиенты например во всех салатах я считаю должны быть яйца обязательно обязательно сметана или салат братан салат с яйцом потому что яйцо это белок с юрцом ребят ну правда же во всех салатах должны быть яйца яйцо это белок это очень полезно яйца сливки что еще ребят какие ингредиенты вы предложите давай теперь молоко сметана майонез ваша вот обратите внимание поговорить с чем да катюш катюш мне пожалуйста вот вот майонез ты какой любишь катюш подожди и прованса льем сливки прованса льем майонез кстати раньше саратове был прованса льем майонез о мой бог прости меня скажи какой ты любишь салат всем прости я не приезжаю готов на что согласен мне у нас не будет оливье это все понимаешь уже все надоело надо что-то модное выдумывать сами свои ингредиенты вот мы сейчас решили обязательно яйца сливки еще какие ингредиенты ты любишь да какие яйца с ли я люблю яблоки ну ты считаешь невкусно но со сливками из вращения я люблю мой любимый бутерброд это бутрик а майонез на нем намазанный рыбка кусочек и соленый огурчик это я очень люблю не знаю про какие вы салаты тут говорите про новые про новые я знаете ничего нового пробовать не люблю вот пожалуйста сливки сливки как я очень люблю сливки я чтоб слизывала чтобы тебя слизывали салат салата. Подождите, вы серьезно? Может быть хватит? Что происходит? Лия, подожди. Стоп! Вы что? Мы знаем тебя как девушку, которая очень откровенно говорит о салатах. Да вы что? Тебя, расскажи, расскажи. Мне кажется, Лия любит нарубленную колбаску. Копченую. Фаршированную горлышко курицы. Фаршированную курочку по самое не хочу, чтобы она чесночком была мазана курочкой и облита. Вот, потом она любит этот салат с маслом перемешать и уминать его за обе щеки просто. Новогодний салат от Лии. Олия, я бы назвал это. Олия. Да ну хватит! Расскажи, какой ты любишь? Я этот салат назвал бы Олия. Вот, смотри, это салат греческий, например. Видишь, Лия? Да, да, да. Обратите внимание, в греческом салате какие самые главные ингредиенты? А это сыр фитаска или фитакса. 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 Да, сырок, фитакса. Народ, ну вы чего? Овощи, овощи. Овощи? Ну и, конечно же, соус. А это, если вы любите кисель еще, можно налить себе кисель. Орисковый соус. Да. Киселище. Вот такие дела. Лас, ну ты такой салат будешь? Я для тебя приеду. Слушай, еще надо посыпать это, как оно называется? Есть. Можно сыпать место кофе, которое... Банановый. О, обратите внимание. Цикорий. Цикорий, да. Лия, ты бы хотела такой салат? Шведский стол, ты хочешь сказать? Да, шведский стол. Салат, шведский стол, как бы, фруктовый салат, шведский стол. Шведский стол. Ну что, ну ребята, хватит. Шведский стол. Почему я должна это останавливать? Почему это не я так что-то? Ты должна об этом говорить, Лия, об этом и парадокс. Понимаешь? Да вы не понимаете, что что-то пошло не так. Ну как пошло не так? Ты должна об этом говорить, а говорим мы. Почему? Почему? Ну потому что, Лия. Вот ты бы с какой части стола стал плотно уминать этот салат? Я бы стал вот отсюда, с краешку взял бы вот эту виноградинку, потом вот этот бананчик бы, и аккуратненько бы стал уминать все это. А ты бы, Максим, с какой части стола бы стал уминать этот салат? А я вот здесь, вот отсюда бы. С боковой? А потом, Максим. Васич, я уверен, ты бы начал бы прямо отсюда бы. Потом бы пошел сюда и сюда. Я не знаю, о чем ты говоришь, но я бы, я бы... Смотри, там черешня, ты же говоришь, черешня твоя любимая ягода, вот прямо отсюда бы. Я люблю черешню. Вот здесь, да? Ты любишь земляничку, ай-яй-яй-яй-яй, а я люблю клубничку, ай-яй-яй-яй-яй. Вот такой шведский стол у нас. Ой, ладно, ребят, попросим, как салат приготовить. Да, если хотите шведский стол... Были бы продукты, были бы продукты. Если хотите шведский стол, Катерина с радостью устроит вам шведский стол на Новый год. И вместе с Ли, и они будут этим заниматься. И у нас еще и Снегурочка будет. Да. Да, да. У нас будет Снегурочка, у нас будет помощница Снегурочки. У нас будет Чебурашка, Дед Мороз. А Чебурашка будет в розовом костюмчике. Я хочу быть Чебурашкой. Ты хочешь быть Чебурашкой? А кто будет? Я Чебурашка. Да? Да. Тогда я останусь Юрцом по-братски, можно ли? Да, по-братски. Вы там тушуете свои эти извращенские вечеринки, я буду это, тусоваться Юриком. Ты, а ты, позови кого-нибудь с Китая. Я могу привезти Чебурашку в коробке апельсинов. Да. Привет, у меня для вас сюрприз собирается. Да, если ты это сделаешь... Обрати его, Катюш, как бы ты отнеслась к этому? Хороший салат. Ой-ой-ой. Вам кажется, что это какой-то психологический тест, что ли, делает? К чему вот этот вот этот салат? У меня на сарапане жеребенок с телочкой буду с милым целоваться под зеленой елочкой. Видишь, Васич, он думает, давать ли тебе тушенку или нет. Катерин, такое настроение ты классное выдаешься. Он задумывался. Реально, ты считаешь, что он думает, давать мне тушенку или нет? А думаешь, что там у него? Тушенку. Вот он и думает, видишь, вот так. Милан, почему ты это рассмешила? Макс, еще раз повтори мне. Не знаю. Что ты хотел сказать? А почему, почему, почему ты думаешь, что он думает именно об этом? Может быть, он уже отдал мне тушенку и думает, отдать ли ему еще? Не знаю. Мне кажется, он думает именно так. Да? Видишь, у него там тушенка уже есть? Девчонки. Девчонки. Да, я не хочу вот торопить время. Ребят, а как вы думаете, что делать теперь? Возить, у меня для тебя кое-что есть. Подойди сюда, пожалуйста. Пошел жопу. Делайте. Васич, почему ты посылаешь брата взад? Потому что, что, Васич, ты как-то меня позвал. Один раз, знаешь что, мне ухо лечили, знаешь, что со мной было? Да. Да, Вальда, ты что? Ты не пытаешь. Да прекрати. Да не смешно. А, кстати, если вы придете к нам на Новый год, сюда все вместе, вы можете лично потрогать пузо Будды. Ты можешь попросить Лею нарисовать, а сама обладите нарезается. Своей рукой этой или этой. Прекрати, пожалуйста. Можете даже ногой, если нафигите Киров. Милана, что-то вы не поняли. Погладить Васича. Я прекрасно понимаю намеки. Да прекрати! Господи. Действительно, такая услуга у нас в магазине есть. Какая? Она стоит очень дорого. Какая? Погладите Васича по его достоинству. Правда? Вот так, по животику. Хорошо, что я сестра, я все сделаю за бесплатно. Хорошо, что я сестра, я сделаю все бесплатно. По животику погладь, братца быстро. Да, легко. Давай, Васича не пузо. Пузо-пузо, да, арбузо. Пузо-пузо, да. Пузо-пузо-пузо-пузо-пузо-пузо. Прикольно, когда я лепну снежинки, чувствую себя богом. Катя. Вот, а еще можно с Максом агуратом. Зарядиться от лампы. И параллельно... У-у-у-у-у! Снежинки. Лепать палец, Макс. Не так же ты, че? А как? Да все, ты сейчас неделю будет думать об этом, Катя. Я же это дал, у меня план мести будет. Он будет месяц думать, скажем, каждое утро приходите и говорить, зачем ты тогда прыгнул на меня? У меня инсульт случился. Зачем ты прыгнул? У меня инфаркт. Теперь ноги болят все. Я не могу ходить, Катя. Заболела? Да. Че заболела? Не знаю. Он не знает, сейчас придумает. Макс! А если я на тебя прыгнул? Ой! Началось! Макс, ну ты что? Видишь? Вижу, классно. Выдержу. Макс, встаньте сюда со мной, пожалуйста. Вот сюда вставай. Смотри. Как вы думаете, господа? Красиво. Красиво. На занавеску или вот сюда? Почему тебя тоже тянет в аномальную зону и понять о нем? Да. Везде. А разноцветный или белый? Если вы вдруг решитесь прийти к нам на Новый год сюда. На носование. Белый или разноцветный? Белый. Макс, разноцветный. Белая. Все, белый победили. Да блин, она психологически его это, он сказал белая, а он то что услышал сразу ляпнул. В конце концов, дайте мне сделать это. Макс, смотри, вставай. Значит, кто хочет успокаиваться быстро и найти дзен, познать седзюку, встань сюда, Макс, да не бойся ты, не будет он тебя бить палкой. Вот. Как успокаиваться, Макс, покажи, покажи как успокаиваться. Есть картон цветной? Я не знаю, вот так наверно. Вот бумажка цветная. Обалдеть. Вы берете палец, указательный, можете этот, можете вот этот или вот этот. Любой, какой вам удобно. Или вот этот. Мне выше нужно. И главное вот вдыхать в себя, вот перед этим надо делать пару вдохов и выдохов. Да, Максон? Какой у вас. Да, как вы проснулись, сразу пальчик свой понюхать. И вы не понимаете красивый цвет вот этот. Вот тогда все будет хорошо в жизни, будьте счастливы. Какой профессиональный. Никакие психологи вам не нужны, да, Максон? Мой смой. Максон, покажи, как это сделать. У тебя этот внасум. Покажи, как это сделать. Вот проснулся в утром и что, в первую очередь? Что ты делаешь, я не понимаю. Вот так? Да. И все. Смотреть, какие цвета еще есть. Даже следить, чтобы ты ничего не испортил. Ха-ха-ха. Не ушел. Давай сюда. Фоксия. Нет, давайте снижимку сделаем такую. Так себе. Нет. Давай. О, класс. Фига ты что сделал? Ага. Я же супер клевая. Лия, вот что замутило. Очень круто на самом деле. У нее руки не из жопы. Заметьте, это важный фактор. Руки, да, не из жопы. Вот. Вот что можем сделать мы у нас в доме. Поэтому, если вам нужно замутить снежинку, Лия с радостью приедет и замутит вам много снежинок. У меня тоже так много снежинок. Упрыгай. А теперь, дамы и господа, внимание, Катя пытается сесть на Максима, но Максим, он против того, чтобы не посадились и свешивали ножки, знаете ли, Катерина. Да-да-да. Вот. Максим, что можно сделать с Ферри? Что можно сделать? Ну вот берешь бутылочку Ферри. Ладно, говорите. Или сорти. Зачем вы в случае? Как? Очки протереть. Очки протереть. Что еще? Можно помыть. Минуут пять. Кого? Или что? Какую часть? Ну какую, любую там, переднюю. Ясно, Максим. А что он делает? Кстати, вы знаете, что бумажку можно сложить только, сколько раз? Сколько-то раз, да. Тридцать шесть. В общем, обводишь. Тридцать шесть. Тридцать шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Возьми бумажку. Восемь раз. Возьми бумажку. Восемь раз только, ребят. Мне сразу на практике показывать. Раз. Значит, восемь раз, по-моему. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Покажи на улице вообще, в сожалению, не белая. Шесть. Шесть раз только. Шесть? Да. Восемь. Семь. Да, скажи. А что краски вырезали? Попробуй больше сделать. Я шесть сделал. Только не на печи, а так что угодно. Сейчас. Семь. Семь. Да. Я понял. Ты у меня со стулки прямо. Мамам. Не залез с кисть. Ты ж мужик. Ты ж мужик у меня растешь, братан. Или с цикунишкой? Да. С цикунишкой. Мужик. Мужик. Давай буду воспитывать себя мужика делать. Пора уже начинать. Да, мой сладкий. Ты мой зайчоночек. Катя, Катерина. Эх, душа. Да чего ж ты, Катя, хороша. Ягода, малина. Катя, Катерина. Ой-ой-ой. У меня тут что-то. Так, ребят, ладно. А что бы вы хотели на обед? Что вам приготовить? Хочу, чтобы ты приготовишь, то мы ей захотим. Ага. А что у нас? Добро нет, да? Если у нас были оборудованные сапоги... Что... Да. ...